Всем привет! Меня зовут Злата, я очень рада, что ты попал на мой канал. И сегодня будет продолжение предыдущего видео про цветы. Совсем недавно я снимала свои цветы в начале августа. Сегодня у нас 17 августа. И хочу снять такое некое продолжение-обзор. В общем, покажу, расскажу, что недавно делала, как что растет, как что цветет. В общем, все увидите. Хочу начать с вот этой своей прекрасной клумбы сзади теплицы. В том видео про цветы я тоже начинала с этой клумбочки. Начну с агератума. Первый в этом году выращиваю агератум конфетти. Вот он. Вот такой вот он интересный. У него белая серединка и по бокам такие вот нежные фиолетевенькие реснички. Не знаю, как это назвать. Интересно выглядит. Думала, что он будет немного более яркий. Но на моей клумбе здесь он смотрится не очень ярко, поскольку самое яркое, наверное, в этой клумбе это оранжевые-оранжевые-яркие такие, оранжевые бархатцы. Хочу в следующем году попробовать, возможно, розовый агератум, белый. Я его купила, но я просто не успела вырастить рассаду. Далее тоже новиночка в этом году. Это бархатец с золотой оголовкой. Очень красиво выглядит. Вот он. Прямо на переднем плане вы его видите. Интересный такой. Всем понравился. Издалека даже не похож как бы на бархатец, поэтому нам нравится. Так, еще один бархатец, который в прошлом видео я вам не показывала. Он совсем недавно распустился. У нас ветер начался. Я надеюсь, что меня будет слышно. Это вот такой вот бархатец. Тоже красивенький. У него много названий. Это и клоун, и полосатое чудо. Попробую найти пакетик с семенами, которые я сажала. Надеюсь, что я его не выкинула. Вот тоже очень интересно. Красивенький. Но он поздно, конечно, зацвел у меня. Он такой высокорослый. Дальше, что я вам хочу показать, это эшольцию. Не калифорнийскую, а яблоневый цвет. Тоже очень красивая. Так, вот она. Она тут даже уже немножко отцветает. Скоро, конечно, будут новые бутончики. Они вот скоро уже раскроются. Я вам тогда вставлю фотографию. Не успеваю снимать, потому что что-то отцветает, что-то зацветает. У меня здесь есть красивый вот такой вот бархатец. К сожалению, не помню сорт, но такой красивый градиент у него. Вот это вот эшольция. Очень красиво выглядит. Такой мак. И вообще. И здесь сзади цинья. Но ее я вам показывала в прошлый раз. Далее колеусы. Колеусы я вам тоже показывала. Начинаю их потихонечку черенковать. Хочу их сохранить, чтобы опять из семян не выращивать. Поэтому черенку уже что-то у меня там проросло. Нужно посадить в горшочек. В общем, на черенкую и домой с собой на зиму увезу. Так, можете заново посмотреть, что у меня тут. Такая красота. Вот у меня тут ноготки. Ноготок Оксана. Такой красивый, большой. Так, и переходим к циньям. Вот такие красотки. Вот этот циньи карнавал. Очень понравилась моей подруге. Такая вот прям необычная. Издалека видно, что какая-то вот такая сортовая, красивая. Сзади у меня там тоже колеусы. Разные сорта. Вот это, кстати, колеус черный дракон. Тоже такой красивый. Прям яркий. Ну и бархатцы тут. Больше тут ничего такого, в принципе, интересного нету. Это бархатец мандарин. Это бархатец круиз. Ну и самые обычные красненькие бархатцы. И там еще циньи малиновый щербет. Так. Все. С этой клумбой мы заканчиваем. Перейдем к следующей. Вот эту клумбу я в прошлый раз вам снимала. Здесь, в принципе, все так же. Единственное, что лаватера сейчас вот-вот распустится. Хочу показать эшольцию. Другой какой-то сорт. Уже, честно, не помню. Надо посмотреть, какой я сюда сажала. И настурцию мне тут распустилась. Прямо ее тут много. Красивенькие тоже. Ну и вот эшольцы. А так, что нового? Собрали кабачки. Вчера отвезли, как в гостинице. Тети, бабушки. Всем, в общем, отвезли. Далее собрали морковку. Как собрали и проредили. Вот такая уже большая. Прикреплю фотографию и посмотрите предыдущий влог. Вот. По цветам, в принципе, все точно так же. Так, сейчас подойдем к гортензиям. Ну а пока вот прошла мимо теплиц. Не могла вам не показать колеус. Не знаю, что за сорт. Точнее, не помню. Уже из какой-то семян тоже выращивала. Очень красиво сочетаются. У него такая окоемочка, листика ярко-зеленая. Прямо как бочка. Так, издалека симпатично выглядит. Вот шмели тут постоянно летают. Прямо шмелям нравится этот цветочек. В теплице, в принципе, все нормально. Вчера тоже собрали урожай. Очень много у меня в этом году томатиков черри. Прям очень много. Не знаю, в следующем году, может быть, черри поменьше будет. Хотя, не знаю, нам очень нравятся черри. Особенно блэк черри. И оранжевый земледелец. Это не черри, но он такой тоже небольшой томатик. Также золотые шары тут. Уже нагнулись, надо их подвязать. Но красиво выглядят, конечно, яркие такие. Вот моя клумба, которую я благораживаю уже второй год. Ну, в прошлый год, в принципе, не считается. Я только осенью посадила одну вигилу. А вот в этом году я прям решила здесь красоту навести. Потому что такое проходное место. Люди ходят, смотрят. Посадить побольше растений, чтобы издалека красиво выглядело. Ну, и не только издалека, это я так говорю уже. Это тоже колиус, петунья, лабелия. Что у меня тут еще? Это горох, его уже, в принципе, выдернуть надо. Здесь папоротник. Какой-то был из леса, какой-то мы покупали на рынке. Уже не помню. Здесь вигела. Недавно отцвела. Лилейник, флоксики. Сажали вместе с вами во влоге. Можете посмотреть пиончик, бархатцы. Бархатцы просто так досадила, чтобы как-то поярче тут было. Ну, красивенько выглядит, красиво. Ну, и вот моя красотка. Гортензия Аннабель. Вот такая. Надо даже как-то вот, как вам показать. Далее, что у меня тут розы. В этом году я обрабатывала их три раза. Два раза топазом. Один раз скором. Против черной пятнистости. У нас часто розы подвергаются такой болезни. Но, в принципе, получается их лечить. Роза снова выдала нам бутоны. Пять штучек целых. Тут опять много. Ну, в общем, в этом году, конечно, розы у нас очень красивые. Обычно они цветут там один-два раза и все. А в этом году они просто непрерывно, можно сказать, цветут. И вот здесь рудбеки, лилейники, которыми нужно как-то убрать вот эту вот листву плохую. Вот это мой непонятный кипарис, который наконец-то ожил. Я уже думала его, честно, выдирать. Но нет, листики дал. Хочу из него такой какой-то шарик сформировать. Посмотрим. А здесь у меня первая альпийская горка. В этом году у нас тут не так много цветочков, но все равно красивенько. Хочу показать вот этот вот бархатец. Вот не помню, что за сорт. Мне кажется, это он перепылился, потому что я такого вроде как-то не сажала. Но такой очень красивенький. У меня ноготок бейша тоже очень красивый. И космея. Так это не обращайте внимания. Космея вега. Издалека очень красиво сам по себе выглядит этот кустик. Такой пышненький. Здоров-здоров, конечно. Распустилась циния маленькая. Это циния низкорослая фея. Такая прям маленькая-маленькая. Я не думала, что она до такой степени будет маленькой. Ну ладно. Бархатец джипси саншайн. Прям очень нравится он мне. Такой яркий, прям красивый. А, и хотела вам показать желтую космею. Совсем недавно ее сюда пересадила. И вот наконец-то она зацвела. Она должна быть высокой, но из-за того, что ее прям, что ее затеняли другие бархатцы, она вот только-только зацвела у нас. Ну я ее пересадила, и она зацвела. Так бы она там не зацвела. Называется, как она там называется? Долина золотая. Красивая космея. Нужно взять будет семена. Вот. Симпотненько. И тут астрочки. И такие вот еще белые астры распустились. Тоже красивые. Вот это вот у нас, кстати, все-таки сорняк. Никакой это не георгин. Я в прошлом таком видео говорила, что, возможно, это георгин, потому что мне сказали так. Но нет, все-таки это сорняк. И здесь, кстати, лаватера прям так цветет-цветет обильно. Очень красивая. Такая прям непрерывно цветет. Вот здесь у меня еще цини, которые скоро зацветут. Но пока что что-то они не зацветают. В каком-то другом видео покажу. И здесь еще какая-то лаватера белая открылась. Не знаю. Ну да, вроде лаватера. Красиво тоже выглядит. Обычно вот идешь на озеро, и там какие-то такие похожие цветочки. Мальвы, да? Васильки уже нужно отсюда убирать, потому что все уже отцвели, считай. Но думаю, семена что ли взять, потому что семена сейчас дорогие. Нужно, конечно, постараться, если есть возможность, свои собирать. Так, там у меня где-то есть душистый горошек. Ой, ну что-то он тут не цветет пока что. Ну ладно. Так, все. Здесь я вам, значит, показала. Пойдемте покажу вторую гортензию. Так, это моя гортензия кьюша. Кьюшечка, как я ее называю. Она только-только сейчас будет цвести. Мы вместе с вами тоже сажали. А лабели, кстати, хорошо так цветет, которые я пересаживала сколько-то, неделю-две назад. Она у меня тут перед гортензией. Так, тут мои хосты и ноготки. В принципе, все. Уже вечер, но забыла вам показать свою космею. Точнее, это мамина космея. Это клумбочка ее. В это время, конечно, мы вовсю уже собирали свои семена. А в этом году она, можно сказать, только начала цвести. Много, конечно, планов. Скоро поедем в питомник, думаем купить красную смородину или ехир. В общем, много чего хочу купить, как говорится. Ну, там уже посмотрим. Может быть, вообще ничего не куплю, если не понравится. А может быть, все куплю. Много планов на вот эту яблоню. На вот эту вот сливу. Вот тут она у меня, которая прям заросла. Плодов вообще нету. Листвую много. Поэтому нужно что-то с этим делать. Это все нужно делать осенью, поэтому я жду. И пока что не делаю. Вот. Тут у меня крыжовничек. Тоже его удобрю. Надо купить осеннее удобрение какое-нибудь и удобрить все это. Вот. Ну все. Мое видео подходит к концу. Я немножко рассказала вам, что у меня как. Что посадила. Как цветет что. В общем, надеюсь, вам понравилось. Пишите, что вам еще снять. Возможно, еще что-то интересное увидеть в моем саду, огороде и так далее. Так что, все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите позитивные комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.